Сегодня у нас классные, крутые эксперты У нас сегодня задача вам дать максимальную пользу И рассказать про стратегии в жизни и в бизнесе Давайте я задам немножко контекст Бизнес отнимает все время Что с этим делать и как с этим делать? Однозначного ответа нет? Существует два типа мотивации Люди уже не ведутся на деньги Он спрашивает, ты кем работаешь? Он говорит, ну я руководитель, мы же все альфа-самцы, да, так или иначе Есть мотивирующий фактор, а есть гигиенический Зарплата не является мотивацией К вам нормальные люди вообще не придут Ваша задача вовлечь в свое видение Хотите лайфхак, как нанимать клиентоориентированных людей? Как раскачать мышцу, чтобы зарабатывать в рецаху? Поднимите руку те, кто считает, что Эрик занимается зарабатыванием денег Кто считает, поднимите руку, что Эрик занимается какой-то другой игрой, в которой он преуспевает? Сегодня у нас классные, крутые эксперты Специально приехали из Москвы, прилетели Тема у нас тоже крутая Это гармоничное развитие личности и предпринимателя в бизнесе Я долго об этом говорить не буду Передам слово, собственно говоря, экспертам И дальше буду издалека, может быть, немножко модерировать, если понадобится Меня зовут Александр Петров Я профессиональный консультант по бизнесу 12 лет у меня своя консалтинговая компания Для этого был бизнес-тренером Поработал как с крупными предприятиями, большими Такими, как компания Мишлен Я два года там вел у них программу Компания Сеть Атак ВТБ Страхование Три года Проект поддержки сервисной модели Так и, в общем, очень много работаю с малым и средним бизнесом Всем добрый день Меня зовут Максим Белоусов По поводу меня, если рассказывать 10 лет занимаюсь рекламой, маркетингом Работал как с крупными компаниями Такими, как Ростелеком, ВТБ, Альфа-Банк, МТС, Левра Мерлен, Свет Диванов Много-много других из разных ниш В том числе с известными спикерами, как российскими, так и зарубежными Мое направление – это креативные какие-то решения Для вашего бизнеса, для собственников и психология Соответственно, у нас сегодня задача вам дать максимально пользы И рассказать про стратегии в жизни и в бизнесе Тогда давайте я задам немножко контекст сегодняшней встречи Почему именно гармоничное развитие личности предпринимателя и его бизнеса Вопрос не праздный, родился он не из фантазии А от конкретных запросов Потому что у меня на консультации, у Максима Очень большое количество предпринимателей Которые приходят с запросом, потому что происходит некоторый перекос Либо бизнес отнимает все время И, соответственно, начинают страдать какие-то другие области Семья и здоровье Либо сочетание этого Сам бизнес по себе уже не приносит того кайфа И когда его начинал Очень часто бизнес начинается не потому, что это какое-то осознанное решение А потому что предприниматель увидел какую-то нишу Этот запрос, он реально существует у огромного количества предпринимателей И что с этим делать и как с этим делать Однозначного ответа нет Но абсолютно точно каждый из вас может найти Собственную путь и собственное решение своих внутренних запросов Если будет находиться в поиске этого ответа Существует два типа мотивации Финансовая и не финансовая Финансовая мотивация работает до определенного уровня развития человека И действительно люди уже не ведутся на деньги Потому что ключевым фактором для них является влияние в компании Сотруднику важно понимать, что его решения, его действия Они как-то влияют на компанию, на рост Чтобы он когда пошел в курилку с пацанами Он спрашивает, ты кем работаешь? Он говорит, ну я руководитель Это статус, это важность Особенно для мужчин это важно Мы же все альфа-самцы, так или иначе Это первое, что важно людям Второе, это будущее Видит ли он рост конкретно вот в этой позиции Есть ли у него возможности для роста Есть мотивирующий фактор, а есть гигиенический Вот красивый офис Наличие там кулера Чего еще? Кофе-машина Там, я не знаю, социальный пакет И зарплата Не являются мотивацией Вообще Это не мотивационный фактор Это гигиенический Если у вас этого нету нормального К вам нормальные люди вообще не придут Во-первых, надо понимать Где вы находитесь Куда вы идете Кем вы хотите стать Потому что есть мотивационные факторы Краткосрочные и долгосрочные Долгосрочные это когда вы рассказываете им Про светлое будущее Здесь через 4 года Здесь будет город-сад Ну и вот это вот все И они хотят быть сопричастными тому Что они будут создателями Вот этого города-сада Это одна часть Есть краткосрочные мотивационные факторы Которые работают на короткую перспективу И это нужно думать Об этом нужно прописывать Это нужно внедрять в модель Работы всей компании Пять лет назад ездил на тренинг По бизнесу Там 10 тысяч долларов стоил Вот Очень умную вещь там сказали Вот я там работал как соорганизатор И маркетолог Вот предприниматели в основном Мыслят категории какой Что клиенты самое важное Согласны? И мы из клиентов хотим сделать наших фанатов Но при этом Мы забываем о том Что наших сотрудников Тоже нужно делать нашими фанатами По сути Мы должны стараться больше вовлекать сотрудников Даже А не клиентов Смотрите Основная задача Собственника какая Как лидера Вовлекать Ваша задача Вовлечь В свое видение Вот у вас Как у собственника Есть видение Жизни Бизнеса Того что ваша компания Делает с людьми Какую она пользу приносит И вы в это видение Вовлекаете Вот если у вас получается Вовлекать Тогда вы классный лидер Тогда вы классный собственник А вот теперь хороший вопрос Мы изучили калибровку Кто считает Что он Ну насколько вы Вовлекаете Свою команду В свой бизнес Поставьте пожалуйста Вот это стоит Если они За вами готовы пойти И бесплатно работать Вместе с вами Да А вот это Это значит Что если как только Вы перестали Ну на 10 рублей Понизили зарплату Они пишут Заявление об увольнении Да Они пошли к конкурентам Покажите пожалуйста Как вы считаете Насколько вы их вовлекаете Последние 5 лет Я очень часто веду Семинары На тему поведенческого маркетинга Да Вот я предпринимателем В 50 городах нашей России Уже рассказывал про это Вам тоже сейчас расскажу Вкратце В чем смысл Да В том что Большинство предпринимателей Мыслят категориями цифр И это нормально Но поведенческий маркетинг Он подразумевает Анализ поведения Вопрос вам Как собственникам Как вы думаете Влияет ли на продажи Когда охранник Грубит клиенту Влияет ли на продажи Когда гардеробщица Которая даже не является Вашим сотрудником Нахамила Вашему потенциальному клиенту Это точки касания Это поведение Понимаете И вопрос следующий Вы наняли команду Которая Это как буфер Между продуктом И вами Понимаете То есть вот Клиент Он же не с вами общается Вы-то понятно Заряженный Вы же хотите и денег У вас и миссия есть Но если вы не передали Не вовлекли в сотрудников Вашу миссию и видение Вопрос Ваши продажники Они транслируют Что-то нормальное Либо не экологичное Вашим клиентам Вы вообще слушали Как они общаются С вашими клиентами Сколько денег Они тратят ваших Недозарабатывают А кто бы хотел Клиентоориентированную Компанию У себя Вот чтобы она По отношению К своим клиентам Была клиентоориентированной Есть такие Сейчас рассказываю Вам секрет Внешняя Клиентоориентированность Компании Это Есть следствие Функции Внутренней Клиентоориентированности Давайте вот Вопрос Смотрите Вы же все понимаете Что сейчас Кризис В стране Большой Все переделывается Люди в стрессе В панике Люди не хотят Тратить много денег Вы же это понимаете Что рынок меняется Ну давайте Кто умеет Поднимать руку Есть основные Рычаги бизнеса Какие Средний чек Количество клиентов Что еще ЛТВ Жизненный цикл Да Что еще Моржа И издержки Вот Пять основных Рычагов бизнеса И вот в данный момент Времени В России Вот сейчас Самое важное Это ЛТВ Жизненный цикл И моржа Как правильно Александр сказал Бизнес Это продолжение Ваши все Ваши все бизнесы Если Прямо Взять Раскладывать Это продолжение Вашего контекста Жизненного То есть Во что вы верите Ваша система ценностей Ваша система убеждений Ваши какие-то комплексы Ваши истории С детства Это все Перекладывается На бизнес То есть Вы транслируете туда То что у вас внутри Ничего другого Вы туда Странслировать не можете Давайте Обратную связь Все-таки включим Ради вас же Еще раз спрашиваю Кто спорит Со своими сотрудниками Честно Ладно Не спорит Кто учит Своих сотрудников Жить Вот так Вот другое Это другое Это конечно другое Это вообще другое Так Хорошо Вы перечислили Только что Потребности базовые И так далее То есть Есть определенные навыки Также Которые ты тренируешь Вводишь Новые системы И люди привыкли Работать по старому Ты вводишь Что-то новое Которое облегчит Также в том числе Их жизнь И понятность Их работы Прозрачность И идет сопротивление Да Знаешь в чем Отличие В том что ты Пытаешься им сказать Что вы дебил А я молодец Поверьте В мою картину мира Хотите лайфхак Как Нанимать Клиентоориентированных Людей Для того чтобы Создать Команду Своей мечты Вы должны Нанимать Уже людей Которые Соответствуют Вашему Контексту Вашей компании Вот Здесь кстати Кроется одна из Величайших проблем Предпринимательства Потому что Когда вы начинаете Бизнес У вас нет Этого глобального Видения Вам просто Надо сделать Какой-то бизнес Процесс И заработать денег Так вот Надо нанимать Клиента Сразу Клиентоориентированных Людей И сейчас Будет лайфхак Как Как Отличить Клиентоориентированно От неклиентоориентированно Знаете Нет Рассказываю Метод простейший Работает Всегда Для того чтобы узнать Является ли Клиентоориентированность У человека Встроенной Или Она Отсутствует Нужно Ему задать Три Как бы Сказать помягче Абсолютно Очевидных Вопроса Но задать их Нужно Не на собеседовании Когда человек Сидит в стрессе И пытается Сделать Правильную Мину А надо Заздать ему Естественные Условия И в этих Естественных Условиях Задавать Эти вопросы Заходит человек Девять Во сколько Открывается Магазин В десять Заходит человек В десять утра Магазин Только открылся Он заходит И задает Первый вопрос Здравствуйте Вы уже открылись Но вопрос очевидный Если бы мы не открылись Дверь была заперта Ну соответственно Клиентоориентированный Продавец Он радуется Первый покупатель Сейчас мы с ним Пообщаемся Продадим чего-то Не клиентоориентированный Продавец Смотрит на него Думает Ну опять дебил Зашел В десять утра И вот он Первый дебил Дальше он смотрит Что у вас продается Там За прилавком Что продаете Аксессуары для телефона Он говорит О А наушники Продаете Они вот они Перед тобой Да Ну клиентоориентированный Говорит Конечно продаем Сейчас я тебе покажу Не клиентоориентированный Начинает потихонечку Вскипать Ну и там Третий какой-то Такой же Очевидный вопрос Клиентоориентированного Эти вопросы Не смущают Они Для него Коммуникация Является ценностью Сама по себе Поэтому Что бы ни говорил Человек Для клиентоориентированного Продавца Это Возможность Поддержать Коммуникацию Он этому рад Занимаюсь клинингом Через 15 лет В Челябинске Открыл 80 франшиз По России Как раскачать мышцу Чтобы зарабатывать Трицаху Сотку Ну то есть Где Вот эта вот штука Сидит Которая мешает Зарабатывать Такие деньги Поднимите руку Те, кто считает Что Эрик Занимается Зарабатыванием денег Второй вопрос Хорошо Второй вопрос Второй вопрос Кто считает Поднимите руку Что Эрик Занимается Какой-то другой Игрой В которой Он преуспевает Так Окей Хорошо Давайте разберемся Откуда это идет Я с точки зрения Психологии Расскажу Александр С точки зрения Консалтинга И стратегии Давайте так Есть такой Олег У Олега В детстве Что-то произошло Когда Олег Понял Что ему Каким-то образом Надо показать Что он классный И когда у него Получилось Показать таким образом Что он классный Привлек внимание Как-то в школе Он это закрепил Как паттерн Поведения Потом этот паттерн Поведения Он протащил Во взрослую жизнь И теперь бизнес Для него Это инструмент Для достижения Его эмоционального Состояния Та же самая история Вы спросите Вы во что играете И вопрос другой Окей Мы нащупали Плюс-минус По кивкам Эрика Я понял Что примерно попадаю Хорошо Вот вопрос Когда Эрик Разберется с этой херней своей С этим своим стоп-фактором У него поменяется бизнес? Давай еще проще Смотри Вот предположим Вот твои пять лет Вот эта линия Это пять лет Вот ты что пять лет делал Ты активно шагал Скажи пожалуйста Ну так по ощущениям Или ты стоял там на месте Нет Здесь же совокупность рисков То есть Когда у тебя ничего не было Тебе было не страшно Потерять Это ничего А когда у тебя что-то есть Всегда страшнее У каждого человека Есть внутреннее состояние Вот этого баланса Которому он стремится И если ты не работаешь с собой То сохранение этого баланса Становится приоритетом Перед движением вперед Ради чего ты готов потерять Стабильные полтора Ради пятнадцати Ради пятнадцати А это большой вопрос кстати Да Потому что обычно рост начинается После некоторого спада А потом идет рост Не обязательно Но это стандартная стратегия В твоем случае может быть по-другому Ну например Не обязательно что Эти пятнадцать миллионов Ты заработаешь в этом же бизнесе Ты можешь вокруг этого бизнеса Создать еще один, два, три Пять других направлений Которые очень быстро дадут тебе пятнадцать Просто Ты сейчас в состоянии спокойствия А рост это не спокойствие То есть ты внутренне должен Вот гореть из тебя Энергия Она должна кипеть Ты сейчас энергетически Ты очень такой Ну меня заставили Я вышел Выше Мог выходить Мог не выходить Мне Мне хорошо Здесь ничего страшного нету Потому что у меня все хорошо Да? Здесь нужно менять отношение Именно отношение к деньгам Не к деньгам А к целям Потому что деньги являются Следствием Некоторой глобальной идеи Цели и направления Развития ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok